МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшная авария в области ЖТСУ унесла жизнь 68-летней пенсионерке. Еще двое пожилых людей в возрасте 70 и 62 лет получили травмы. Их доставили в больницу. К таким последствиям привело столкновение легковушки с грузовиком. ДТП произошло в Кирбулакском районе области. Как стало известно, на 159-м километре автодороги Алматы-Ускимен 42-летний водитель Тойота допустил наезд на разделительный отбойник и далее по инерции столкнулся с попутно идущим малолитражным грузовиком Джак. От удара легковушка превратилась в груду металла. Новые подробности в деле о транснационально-преступной группе, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков на территории Казахстана. В Алматы задержан один из ее лидеров, отвечавший за поставку, хранение и реализацию прекурсоров. В ходе обыска арендованных иностранцем шести складов изъято 8 так называемых реакторов и 13 тонн прекурсоров. Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетики. Это 4 миллиона разовых доз и создание 8 крупных нарколабораторий в стране. Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления дури. Расследование продолжается. На 17 лет может загреметь тюрьму житель Караганды, домогавшийся ребенка в лифте. По делу назначена экспертиза. Вопиющий случай произошел в Караганде в начале марта. Как рассказала 14-летняя девочка родителям, за ней в лифт зашел сосед, который стал катать подростка по этажам, предлагая провести время вместе. После обращения в полицию суд арестовал 23-летнего мужчину на трое суток по статье «Мелкое хулиганство». Научите ребенка следующим правилам. Еще перед подъездом нужно убедиться в том, что рядом нет посторонних людей. Если за вами пытается зайти незнакомец, нужно пропустить его вперед. Если незнакомец уже зашел в лифт, то из него нужно сразу же выйти. Если вы растерялись и все же оказались в лифте с незнакомцем, встаньте ближе к дверям и кнопкам. Лицом к человеку. В случае опасности будьте готовы вызвать диспетчера. Если человек в лифте начинает нападать, нужно постараться нажать на кнопку ближайшего этажа и дать отпор насильнику, насколько это возможно. При этом стоит трезво оценивать свои силы. Если кто-то зашел в лифт при спуске, нужно оценить, исходит ли от него опасность. Если вы почувствовали запах алкоголя, заметили странный взгляд или поведение, то лучше выйти на ближайшем этаже. Семь лет лишения свободы грозит квартирным ворам из Акмолинской области. Двое молодых мужчин в течение трех месяцев обворовывали свою односельчанку, пока та отсутствовала. Сумма ущерба составила около двух миллионов тенге. По словам женщины, в период с 27 декабря по 10 марта неизвестные украли у нее бытовую технику и хозяйственно-бытовые предметы. Вскоре полиция вышла на след двух безработных жителей Аколя в возрасте 25 и 27 лет, которые признались содеянным. В дом злоумышленники проникли, разбив окно. Часть вещдоков изъята, остальное похитители перепродали. Как защитить загородный дом от грабителей? Поставить надежное ограждение. Установите железную дверь с надежными замками. Установите на окна решетки. Установите видеонаблюдение, сигнализацию и датчики. Досудебное расследование начала полиция Астаны по факту кражи мобильного телефона в одном из торговых центров столицы. 30-летний вор задержан. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Кража мобильника попала на камеру. На кадрах видно, как мужчина вплотную подошел к витрине и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, просунул руку в ящик, чтобы вытащить телефон. К слову, стоимость сотового чуть больше 70 тысяч тенге. Молодые, здоровые, крепкие. Как так вышло, что украсть чужое им легче, чем нажить свое? Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кисекщеболемссобачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Субтитры создавал DimaTorzok